Куда все едут охлаждаться? Конечно же на пляже. Мы решили опытным путем проверить, насколько легко до них добраться. Многие в целях экономии до пляжа добираются пешком. Говорят, 40 минут – вполне хорошая прогулка. Но если температура воздуха плюс 30 в тени, хочешь не хочешь, выберешь средства передвижения побыстрее – автомобиль или автобус. Кстати, раньше до городского пляжа от речного вокзала ходил специальный. Но чтобы вы уж точно добрались до места купания и отдыха, стоит выбрать более регулярный маршрут. К примеру, от Демидовской площади ездят автобусы 40, 203, 269. От площади Спартак 2 – 112 и 202. Учтите, что ждать придется довольно долго. Они ходят по расписанию. К тому же, часто бывают переполнены, так как возят еще и дачников. Мы решили действовать наверняка и воспользоваться бесплатным автобусом до строительного магазина. Он отходит от площади Спартака. Покупать бывает, даже зайти не может. И вечером будет переполнен. Выходные очень много. Выходные у нас, в принципе, еще один добавочный дают. А вообще, те, кто любит ездить на бесплатном автобусе, часто не доезжают до городского пляжа, а останавливаются прямо здесь, в необорудованном для купания месте, где купаться запрещено. Ну вот, мы и добрались до бесплатного городского пляжа. В общем счете, если ехать на общественном транспорте от центра города, можно добраться примерно за 30-40 минут и незначительное количество времени пройти пешком. Ну а теперь давайте спросим самих гостей пляжа, нравится ли им здесь отдыхать. И проверим, насколько здесь все оборудовано. В этом году намного более, как и по оборудованию, более комфортно, чем с тем годом я сравниваю. Ну, за неимением лучшего городской пляж пойдет. Ну, в этом году здесь стало гораздо чище, чем было в прошлых годах. И с детьми, возможно, больше отдыхать. Говорят, ближе к вечеру на пляже появляется мусор, но в первой половине дня берег довольно чистый. Есть шезлонги и беседки, дежурит береговая охрана. Вода, конечно, непрозрачная, но на дне камней и мусора мы не увидели. Меры безопасности, по словам сотрудников МЧС, соблюдаются. Мы даже захотели охладиться и принять солнечные ванны, но поторопились на работу. Вердикт – смутили только переполненные маршрутки. А в целом отдыхать на городском пляже можно. Но не забывайте, что в городе есть и другие места для купания. Правда, многие из них платные. Полина Жданова, Андрей Печоркин. День с толком.